Всем привет, с вами Джокер. Сегодня я хочу посвятить этот маленький выпуск Атаки Кавалерии. Постоянно ищешь ее, где, как качнуть. Многие это понимают, меня 1-2% где-то выкачать, чтобы как-то дорваться до топов этих мастодонтов. Есть много суперских игроков, до которых вообще далеко, и как их пробивать, как с ними бороться, непонятно. Поэтому я вам расскажу то, что я знаю, где и как качнул кавалерию. Если что-то упущу, можете добавить, написать мне в комментариях, где я все читаю, всем отвечу. Канал тем более новый, только я создал, так что буду стараться его развить. Ну, во-первых, начнем с навыков героя, точнее лорда. Здесь у нас атака кавалерии. Все навыки провожу полностью по кавалерии. Все, что у меня остается, я закладываю в здоровье лучника и урон лучника. Здесь все понятно, дуэль качаю. Отсюда у нас идет атака кавалерии. Дальше Кристина, мой атакующий герой. Здесь у нее навыки. Твой так, секунду, способности. Точно так же, как и у лорда. Провожу все. Атака, здоровье качаю. Здесь, кстати, я урон лучников и меня развил, вложил в защиту переходы, потому что я атакую постоянно ей. И лучников не ставлю ни в сбор, ни в атаку, в соло. Поэтому я, ну, не особо мне это важно. Если будет высший уровень у Кристины, то, конечно, я качну этот длинный лук. Но атака мне он не особо важен. Дальше. Академия. Академия наша. Изучить так. Военное дело на 100%. У меня развито здесь все полностью. Так о кавалерии. Я тут считал. Здесь 29 атаки кавалерии здесь. Это у нас уже верховая езда 5. И там так далее еще верховая езда. Но это самое начало. Основы все это должны знать. Вот новая битва сейчас, новая наука появилась. Здесь тоже есть атака кавалерии. Не помню где, но она здесь слишком дорогая вообще. Вот вы сами видите. Очень дорого ее качать. Ну, это еще приемлемо. Но в целом вообще очень дорого. Это пехота у нас. Вот это как кавалерии. Я считал, здесь нужно не один миллион камней науки. Так что, пока я это дело отложил. Ну, на великий поход можно здесь развить неплохо. Ну, как сказать, неплохо. Всего 10% можно развить наступление. Ну, вот, кстати, оно. 10% больше тут нигде нет, как я помню. Да, все. Ну, 10% не особо ролик, но все-таки. Кстати, на великий поход, чтобы вам развить свою кавалерию и вообще-вощий урон, надо качать вот этот вот пункт. Мощь великого похода. Вот вы меня видите, на 7 пунктов она развита. Написано скорость похода 70% и всеобщая атака 35% на великом походе. Можно до 50 это сделать, к чему я стремлюсь. Пока мне не хватает точку звания. Так бы трясело. Но, в целом, это очень помогает. Атака здесь неплохо так поднимется. Но она работает только на великом походе, не забываем. Дальше. У нас идет башня древних. Заходим в башню древних. Здесь у нас, естественно, книга войны. Наша постоянная. Сколько она болей, страдания нам приносит. Как ее сложно качать, все вы знаете. Здесь атака... Потом позвоню своему другу. Очень много требует ускорения. Здесь ресурсов. Неимоверное количество камней науки. Так что очень сложно качать. Здесь всего лишь 10% атака. Атака. Ну, ничего, все равно нужно ее качать. Так, дальше у нас идет. Книга, книга. Пограничные рудные жилы. Кто не знал, повторюсь, я уже в своих роликах раньше говорил, у себя влияется. Постоянно говорю, что эта книга полностью вся работает. Кроме, вот, например, здесь не работает самое последнее. Вот это снижение урона кавалерии. Этот атрибут не работает у вас нигде. Также здесь вот этот атрибут не работает у стрелков. У телег аналогично. Здесь, я не знаю, врать не буду. Здесь может и работать, может и нет. Я сейчас за кавалерию рассказываю. Здесь вот так же усиление атаки кавалерии. Здесь процентов. Здесь тоже качаем. Постоянно здесь она работает. Также здоровье и защита. Все это здесь работает. Качаем смело и играем. Дальше, что у нас здесь? Здесь еще книга баланса. Тоже новая книга. Ну, тоже нереально дорогая. Я еще за ней не брался. Придет время, буду заниматься. Здесь тоже вот есть. Так что это у нас здоровье кавалерии. Так, здоровье. Бонус к атаки кавалерии. Вот он. На 10% так же. Но тоже качнуть его, сами видите. Не знаю, когда я это все сделаю. Ладно, хоть скорее не очень много надо. Ну, соберусь, буду тоже развивать. Ну, по книге, точнее, по башне древних закончили. Так, книга вечной жизни, что же здесь у нас есть? Да, в книге вечной жизни есть при обороне очень-очень нас спасает. Вот эта атака при обороне. Когда вы это раскачаете на 100%, во время обороны ваша атака повысится на 22% всех войск. Так, вообще не важно, кто вас будет бить. Но обязательно нужно, чтобы атака хотя бы нанесла какой-то урон, чтобы это сработало. Так же, как и науки чудо, так же, как и графема острие. Оно работает только при нормальной атаке на вас. Так, это здесь тоже качаем. Так, здесь. Ну, здесь уже для Верховного Легиона. Так, ну, все. Здесь вроде бы уже больше ничего нет. И чем дальше? Очень много процентов он отдается от продвижения войск. Я, кстати, его изначально не качал, потому что не разобрался, а добывал карты Бертольди и Юли, поэтому много упустил. Вот продвижение войск на 80. У меня сейчас 80 уровень. Вот, видите, атака кавалерии 15,5. Это все работает у вас в процентах отображается. Увеличение здоровья кавалерии на 8,5 тоже так же работает, отображается. Защита так же работает. И вот увеличение урона кавалерии на 3%. Не знаю, врать не буду, я не вижу, чтобы он где-то отображался. Так что, не знаю, ребят. Дальше идем. Здесь у нас наши вот эти герои. Так, опа, случайно в клуб зашел. Так, здесь у нас ничего нет. Увеличение атаки на 6%. Вот здесь у нас имеется. Получка атаки кахота 11. Это нам не важно. А вот Увеличение общее атаки штурм на 6%. Это Леон, младший принц, нам дает. Дальше. Эта девочка Агата нам дает здоровье кавалерии. Но атаку она не дает. И вот этот парень. Здесь его слишком долго качать. Так я и не взялся за него. Потому что нужно кучу золота у меня ее нет. Тут вряд ли есть атака кавалерия. Львиная доля. Атаки кавалерии, конечно, у нас скроются в духе предков в этой науке. Но все мы ее знаем, где она здесь находится. Это ярость. Так она рожденных и других цивилизаций. Здесь вот есть бонус кавалерии. На 5% у меня разве требует. Тоже очень многое стало в цивилизации. Я качаю настолько, насколько я могу. Как бы не особо стремлюсь. Но здесь есть в каждой цивилизации. Смотрим, сколько. 30. 30% на 4 цивилизации. Получается здесь 120% атаки. Дай бог хотя бы половину нам качнуть. Не знаю. Я вот в некоторых местах. Видите, на 6 у меня развито. Тоже ускоритель требует. Просто дикое количество. Я не знаю, где их я брать. Постепенно буду качать. Видите, у меня основная 5 развита по 11%. По 8 точнее. И в одном месте 11. Но здесь все понятно. Все уже знают эти цивилизации. Давно было обновление. Так, это понятно с атакой. Дальше у меня идет что? Это вещи. Ну, естественно, набор Архангела. Неважно. Х1, Х2, любой, короче. Х5. Вообще вот идеально. Здесь не каждый дает атаку кавалерии. Ну, я еще использую меч смерти Х5. Потому что он дает больше, чем сет Архангела. И в наступлении на героя и на лорде я использую меч смерти. Здесь он дает, видите, атаку кавалерии свою. 22, 80. Здесь 17, 10. И есть шанс, что в дополнительных атрибутах вы поймаете. Также бонус катать кавалерии или всеобщую атаку. Ну, у меня только один доп есть на кавалерии. Я кручу. Возможно, выпадет новый атрибут. И на героя у меня, на лорде у меня также висит оружие. Ну, здесь чуть получше. Есть бонус катать кавалерии, также один. И всеобщая атака 4,20. Также меч золотой. Со всем этим я имею процент в атаке. Сейчас я использую бонусы 20%. Никаких навыков, умений не включено. Хотя вот я могу включить еще навык героя. Вот это ларица смерти. На атаку 30%. Сейчас я произведу удар. Посмотрим мой процент. Кристалл 30. Так, 30 кристалл. Фасаду удалось. Сейчас смотрим. 844. Это в обычный день. Сейчас нет ВП. Сегодня у нас вторник. Так, довольно-таки пациенты нормальные. Ну, для меня, не знаю, как вам. Но мне этого хватает, чтобы драться, сражаться. Ну и, в принципе, вообще играть. Ну, с этими... Сейчас графима у меня стоит. Упавшая небеса. Упавшая небеса. Ну, так я в основном стою на сломать острие. Ну, так, дальше еще проценты. Ну, по мелочи, конечно. Но они все-таки есть. Заходим сюда. Вот герой. Смотрим. Следующий бонус. Текущие очки. Вот. Здесь есть тоже небольшой. Вот бонус к Атаке Кавалерии. 1 за 2 500. Еще где-то тут есть. Ну, короче, вот тут еще есть немножко. Атаки Кавалерии. Ну, это вообще... Крапаль, как так сказать. Также за облики можно получить. Так, сейчас, секунду. Вспомню, где здесь облик. Украсить сейчас. И где же здесь у нас... Где же это находится? Руководство. Да, вот здесь. Также можно здесь получить. Но у меня нет облика. Всего лишь 2. Я их еле-еле выиграл в сундуке. Один выиграл, один мне подарили. Поэтому... Это только для донатов, я считаю. Здесь такому, как я, простому игроку нереально набрать здесь очки. Так. Ну, сейчас еще, кстати, не слабо можно поднять атаку Кавалерии. В волшебном доме. Смотрим так. Волшебный дом. Здесь у меня атака Кавалерии 23,5. Максимально 50%. Кто не знает, чтобы это все дело развивать, нам нужно... Прямо подряд брать. Любую. Начиная вот прям... Вот, например, я использую всегда благословение Ветра 4. Потому что золотого нет за донат. Улучшили его на максималку. Поставили, он у вас хранится и все. Поехали. Вот, начиная защита льда. Заходим. Улучшение. На максимум качнули. 0,8 получили атаки Кавалерии. Заходим дальше. Огонь кровавожатого. Увидели. Качнули на максимум. Все, получили 0,8%. Дальше все зашли, тоже качнули. Сюда же шли, так же качнули. Сюда зашли, дальше качнули. И так далее. Снова приключаемся на защиту льда. Уже второй уровень. Снова его весь качнули. Кровавого жатву. Вот, видите. Здесь я качаю его 24. Хоп. 25 уровень. Это я уже сегодня качаю. 28. Так, ну все. Вот, закончу 30. Так же, видите. Атака Кавалерии подросла чуть-чуть. Смотрим. Так было 23,8 сейчас стало. Вот, постепенно, каждый день, каждый день, понемножку. Также качаем все полностью вот эту магию. И развиваем вашу таку Кавалерии. Может, что-то, ребята, забыл. Там можете мне дописать. Просто первое еще видео у меня такое длинное про Кавалерию. Так что, не знаю. Где-то что-то 100% я упустил. Но на этом буду заканчивать. Не буду много затягивать. Если что, напомню, то я добавлю там. Так что, давайте. Всем удачи. Всем пока. Пользуйтесь.